Ребят, всем привет, меня зовут Елена Райтман и добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны и стали частью нашей огромной 5 миллионов семьи, то скорее подписывайся, потому что мы тебя ждем. И потому что YouTube бесщадно пытается вас отписать от меня. Ну и не только у меня, кстати. У других блогеров тоже такая проблема. Ну и фиг с тобой. Слушайте, как же мне нравится этот угол, который я сделала. Сначала думала, что бред какой-то не очень выйдет, но сейчас смотрю и думаю, мне нравится. Угол вам буквально кричит и намекает, что сегодня у нас проверка на верность. Ваша любимая рубрика. На самом деле, этой проверки вообще на канале не должно было быть. Потому что, как бы вам начать-то так, чтобы не все заспойлились. Потому что я хочу поэтапно вести вас в курс дела, иначе вы запутаетесь. В общем, мне написала девушка с просьбой проверить своего парня. Она была уверена на 100%, что он пройдет проверку. Сейчас вам зачитаю даже. Лена, здравствуй. Заказываю проверку на верность. Моего парня зовут Юра. У него сложный характер, но я его люблю. 20 мая у нас будет год отношений, и я думаю, что он пройдет проверку. Я хочу сделать ему подарок. Когда ты снимешь про него видео, я покажу ему и скажу, как сильно я его люблю. Помоги сделать этот подарок. Я точно уверена, что он пройдет ее, потому что он вообще не романтик, а очень суровый человек. Он работает механиком, и его кроме машин ничего не интересует. Я ей ответила, привет, ради подарка согласна. Интересная задумка. Надеюсь, действительно пройдет. Давай аккаунт. Я действительно начала съемки, но проблема в том, что эта переписка закончилась на слове привет. Я ему написала привет, он прочитал, игнорил, игнорил, а потом вовсе удалил переписку. Я такая, ну, чего тут снимать-то ей особо, мы даже с ним не пообщались. Как вдруг мне написала неизвестная девушка по имени Маша. Чтобы вы понимали, написала на мой фейковый аккаунт, который просто так никак не найдешь. Я стала общаться с этой Машей за кадром, и сейчас прочитаю вам переписку. Но перед этим хочу сообщить, если вы хотите заказать проверку на верность, чтобы я проверила вашу вторую половину, то это можно сделать в моем телеграм-канале. Переходи в мой телеграм-канал, там ты найдешь бота, в который отправишь свою заявку. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании к видео. Ну, а теперь давайте зачитаю сообщение этой девушки. Проверка на верность. Че? Привет. Привет. Как дела? Нормально, мы знакомы. Я случайно увидела тебя в телефоне брата, и мне захотелось познакомиться с тобой. Тут я понимаю, что речь про того Юрика, с которым мы, собственно говоря, даже не пообщались. Но я решила уточнить, а кто твой брат? Юра. Конкретно тот самый Юра. Понятно, но я не знакома с твоим братом, он мне не ответил. Да? А хочешь, я помогу тебе с ним? Понимаете это сообщение, как хотите. Я вообще его не поняла. Как поможешь? Подскажу, какие девушки ему нравятся, и как его соблазнить. То есть мне, сестра этого Юры, будет помогать, понравиться своему брату? Сестра что, не в курсе, что у него есть девушка Вероника? А почему ты хочешь мне помочь? Да? Вот зачем ей помогать мне, когда ее брат меня удаляет, со мной не общается, и тут вдруг резко, откуда ни возьмись, появляется Маша. Просто мне очень понравилось. Я бы хотела иметь такую подружку. А если ты станешь девушкой брата, то мы будем чаще общаться. Это просто самая тупейшая отмазка, которую я могла слышать. Я сразу начала думать, что тут что-то не так. Что-то какое-то мне чутье подсказывало, якобы вот это вот Маша и есть этот Юра. Ну подозрительная ситуация, согласитесь? Поэтому я начинаю заходить с тыла. И шо, вы близки с братом? Да, очень. Ну если вы близки с братом, то наверное у вас есть совместные фотографии, да? А у тебя есть совместные фото с ним? Хочу посмотреть, насколько вы похожи. Да и тебя интересно увидеть. Оказалось, на аватарке настоящая Маша стоит. Совместные фото были где-то, как на эту скину. Я просто в Америке живу и мы редко видимся. На, и посмотри мое фото. Посмотрела. Вот результат поисковика. Действительно, ты не фейк ни разу. Решила уже сразу у нее уточнить. Слушай, а у него девушки нет? Нет! Давно ему говорю, что пора. Может она идет в твоем лице? Я могу помочь. Но знаете, что меня больше всего поражает? Он толком меня не видел, не знал. Переписку как бы собственно удалил. Маша живет в Америке. Каким образом Маша нашла вообще мой аккаунт? Даже если она у него его увидела, то как она увидела? Типа он ей показал или что? Я поняла, что нужно снимать. И пишу ей. Хорошо, только давай как дома буду? Через час где-то, может раньше. Мне нужно было добраться до дома, собраться, накраситься, чтобы вот сейчас сидеть перед вами и начать эту переписку. Я еще как назло в пробку попала. Но ничего, в этот раз мое пребывание в пробке было интересным. У меня появился тот, о ком я могу заботиться. Да ничего я от вас не скрываю. Я говорю про денежную жабку. Это игра Тиньков, где я выращиваю свою жабку. Она пока зеленая, но я хочу дорастить ее до платиного уровня. Потому что тогда я смогу участвовать в розыгрыше одного миллиона рублей. И получать подарки и бонусы от партнеров. Будет 10 победителей, которых выберут случайным образом через рандомайзер. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей. Игра простая, очень напоминает о Могочи. Жабка у меня неприхотливая. Ее нужно кормить и поддерживать ее уровень счастья, зарабатывая монету в мини-играх. В игре есть два счета. Кредитный для покупок еды жабки. И накопительный для кэшбэков и заработков. Которые можно тратить и закрывать ими за должность по кредитному счету вовремя. А чтобы переходить на следующий уровень в игре, нужно проходить мини-тесты на финансовую грамотность. С жабкой ты научишься. Обращаться с кредитными картами. Например, с картой Тинькофф Платинум. С кредитным лимитом до 700 тысяч рублей. И с кэшбэком до 30%. В общем, игра реально полезная. Советую всем скачать и попробовать. Потому что финансовая грамотность по жизни пригодится каждому. Переходи по ссылке в описании. Выращивай жабку до платинового уровня. И участвуй в розыгрыше от Тинькофф. Пока я ехала в такси, я решила не терять время и написать Веронике, спросить. Вероника, у него есть сестра? Думала, что она скажет нет. Но как же сильно я ошибалась. Привет, сестра есть. А что, откуда ты про нее знаешь? Я честно была уверена, она скажет, какая сестра? Я впервые слышу про нее. Скажи, ты его сестру лично видела? Знакома? Вероника просит мой личный аккаунт. Но я не хотела это зачитывать, вы сами видели, пропускала. Но давайте, наверное, скажу вам прямо. Понимаете, у меня есть аудитория, большая аудитория. И я не хочу кого-то из аудитории выделять. Я считаю, что это неправильно. Например, если я какому-то подписчику дам свой личный аккаунт, либо просто это личная встреча, я с каким-то подписчиком лично встречусь, он мне напишет, я такая, да, пошли. То другая моя аудитория обидится. И они будут совершенно правы. Потому что это несправедливо кому-то одному уделять больше внимания. Знаете, когда в семьях больших любимчика не ищу. Я всех люблю одинаково. Я за честность, я за справедливость, поэтому личный аккаунт я никому не даю. Я его сестру не видела, она живет в Америке. Она подтвердила его слова. Но что-то я не верю. Вот не знаю, но не верю я, что она действительно существует. А по телефону с ней говорила, в соцсетях она есть. Вот хоть где-то посмотреть мне на ее фотографии. Потому что она мне сказала, что она на аватарке стоит. Ну нифига, это просто какая-то девушка из интернета. Нет, не говорила. И она не сидит в интернете. Только в телеграм с ней иногда общаюсь. Она не раз помогала мне мириться с парнем. То есть такая симпатичная девчонка. Не сидит ни в одной социальной сети. Ну блин, наше-то время. Ладно, такое может быть, согласна. Но она ее ни разу не видела. Ты встречаешься с парнем и ни разу не видела его сестру. Даже как-то по видеосвязи еще почему-то. Значит не факт, что она вообще существует, спрашиваю. Она существует, я же общалась с ней. Но я тоже с ней общалась. Но как-то не верится, что она существует. Ладно, предлагаю прямо сейчас это и выяснить. Именно для этого мы здесь и сидим. Она мне писала, хорошо, милашка. Слушайте, вы знаете, такие девчонок, которые тебя видят впервые, пару сообщений тебе кидала и вдруг тебя уже милашкой называют. Ну типа мы, девочки, разве с вами так общаемся? Я тут. Откуда ты моего брата знаешь? Вообще знакомые имеются. Мне просто нужно было насчет работы узнать. Хотела к ним устроиться, а он игнорит. Так тебе мой брат нравится или ты из-за работы? Если честно, давно уже нравится. Я с ним заочно знакома и наблюдала. Ох, тебе повезло. Я знаю все об его вкусах и тебе помогу. Ну ни хранишечки не подозрительно, да? Странненько, но нет. Он любит девушек домашних. Кстати, это ты так накрашена сильно или это фотошоп? Это два фильтра красоты, а что? Макияж такой. Ну и кожа сгладила. Но в жизни такая же. Ну да, мы умалчивали, не договаривали, но лжи как таковой нет. Понятно. Скажи, ты согласна с высказыванием, что мужчина главный? Что женщина создана для мужчины? Вырвите мне глаза. Что, блин? Нет. Почему? Действительно, почему? Потому что женщина личность, а не приставка к чему-либо. Стоит задуматься об этом, я считаю. Стоит задуматься. Ты не права, подруга. С древних времен женщины жили ради мужчин. И выполняли все, что они скажут. Они сидели в своих пещерах и не высовывались без разрешения мужа. Это природа заложенная. А то есть вы по-прежнему считаете, что это девушка пишет, да? Не мужик, девушка. О, господи. Жизнь меня готовила к такому разговору, сразу говорю. Итак, мы начали с пещер. Хорошо. А что женщине еще оставалось в то время? А в то время ходили мамонты, динозавры. Не вру. Динозавров не было. Перегнула палку. Ну, короче говоря. Хищников была тьма тьмущая. А у нас толком ничего не было для защиты. Конечно, мужчины физически сильнее. А в то время ценилась именно физическая сила. Если сейчас власть деньги ценится, да? То в то время физическая сила. Вот женщина нашла выход. Буду сидеть за спиной вот этого сильного мужчины. А он мне будет на халяву еду приносить. Ну, буду я там ему на костре что-то обжаривать. А чего нет-то? Потому что в те времена жизнь женщин зависела от мужчин. Там все решала физическая сила. Сейчас так же все зависит от мужчин, детка. Да ладно, я что, правда что ли? Что от них зависит? В те времена мужчины ходили на охоту и приносили еду. Тогда это был подвиг. Вернешься живым или нет? А сейчас дойти до магазина и купить мясо не является подвигом. Вот вы бы сами могли сходить без мужчины до супермаркета и купить мясо? Нет. Не сможете. Вот попробуйте. Вот не получится у вас никак. Так, куда же вы без мужчины-то? Но ведь мужчины зарабатывают деньги. А какой это у меня мужчина зарабатывает деньги? А я думала, я зарабатываю деньги. А оказывается, я вообще ни хрена не зарабатываю, да? Женщины тоже. Некоторые даже больше мужчин. Откуда у женщин деньги? Действительно, с неба панут. Карма у нас такая. Косметичку открыла, там откуда-то баблишко взялось. Сами не понимаем. Вот мы сидим с женщиной-девушкой, да? И не понимаем, откуда у нас берутся деньги. Просто манна небесная какая-то. Вот просто так. Зарплата как бы. А зарплату платят им мужчины. Чувствую, что если я продолжу этот разговор, мы с ней в пух и прах разосремся, и мне не удастся его проверить. Стоит задуматься об этом. Задумайся. Мой брат тот тип мужчин, который главный, а девушка должна делать, как он скажет. Я не буду ничего говорить. Поняла. Спасибо, что предупредила. Скажи, а ты же не знаешь Веронику? Это его девушка Вероника, которая... Нет, а кто это? Просто подумала, вдруг ты Вероника, или она тебя подослала? Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Нас палили. Нет, я не знаю таких. А почему она меня должна подослать? Она вроде бы как бегает за моим братом, я не знаю, если честно всего. Ну, забудь. Бегает за братом. То есть не встречается, а бегает. Интересненько. Так мне так когда с твоим братом начать общение? Он игнорит меня. Ты еще не готова предстать перед моим братом. Опа, ни хрена. Ты что меня тут унижаешь так? Я смотрю, ты прям кастинг ему проводишь. Вы хоть одну сестру-то знаете такую, которая вот ради братика-то прям будет сидеть, переписываться с девушками, подготавливать как-то к своему брату? Кастинг проходи. Кандидатура моя еще 50-50 им. Охренеть. Хочу отдать брату в надежные руки. Мне неинтересно общение с какой-то Машей, которая даже нифига не Маша. Я сейчас более чем уверена, что это Юра и есть Маша. Слушай, но я тоже себя уважаю и сидеть обсуждать отношения с третьим человеком не буду. Если твой брат не настроен общаться, то пусть будет так. Всего хорошего. Не вижу просто смысла общаться и дальше вести проверку. Да просто даже если так прикинуть, ну вот через Машу даже, если общаться. Хрен знает сколько времени я на это потрачу. Плюс я не смогу доказать, что это он в итоге изменил. Дурак, зря я только спешила. Ребят, после того, как я Машу это послала, мне сразу Юра написал. Причем что сам? То игнорил, тебе написал. Привет, ты кажется писала мне. Я диалог случайно удалил. Писала, ты игнорил. Потом удалил диалог. А потом мне твоя сестра писала. Ну ты-то, конечно же, это знаешь, потому что Маша и есть ты. Странно, почему тебе сестра писала. Мне она ничего не говорила. Странно. Действительно очень странно. Странно, как она меня нашла вообще. Я с ним болтала по скайпу, видимо, спалила твое смс и сама нашла как-то. Все, он Маша. Знаете почему? Сейчас про фанул. Потому что даже если представить, что они болтали по компьютеру. И он там взял телефон, случайно запалил его. Там она увидела уведомление, мое имя. Невозможно меня найти по имени в телеграм. Потому что телеграм так не работает. Вот тут, чтобы он сказал реально, что типа я отдал сестре ссылку на тебя. Тогда бы я еще поверила. Но то, что они какую историю выдумали, так не бывает. Это точно он. Никакой Маши не существует. Интересно как? Стоит задуматься об этом. По какому поводу писала? Ты же работаешь в автомастерской. Я хотела сдать вакансии там, нет? У нас девушки не работают. Понятно. А то я работу искала. И я тебе кажется помню. Помнишь? Вроде про тебя как-то речь зашла, что я тебе нравлюсь. У нас вроде друзья вообще есть. И они рассказывали. И сейчас хоть кто-то будет допускать сомнение, что он не есть Маша вот это? Да смотрите, он до этого говорил, что блин, я даже не знала, что тебе моя сестра будет писать. Ну да, ну да. Сдали меня с потрохами. Если честно, отношений не искал. Да, ты настолько не искал отношений, что специально создал фейк, чтобы написать мне. Чтобы все выяснить про меня. Чтобы сказать какой-то крутой перец, что я должна перед тобой стелиться. А потом, когда я послала твоего фейка, ты написал мне лично. Ну да, ты отношений никак не искал, конечно. Я бежала 7 дней и 7 ночей для того, чтобы сказать, насколько вы мне безразличны. Ну блин. Просто мне нужна конкретная девушка. Если он сейчас скажет Вероника, просто пожму ему руку. И кто она? Я такую еще не встретила, но знаю, какая должна быть. Была надежда, что он скажет, типа у меня уже есть девушка. Я искала, мне нужна конкретная, это Вероника, я ее люблю, все, пока. Но нет. Расскажи. Слушайте, ну он очень долго пишет мне. Ну прям минут 10, наверное, точно пишет. А мне что там список вот такой вот подготовит или что? Ребята, он мне список подготовил. Знаете, сколько пунктов? 32. Страшно. Ох, давайте читать. Первое. До меня у нее не должно быть парней. Допустим. Второе. Она должна каждый день мыть голову, потому что меня тошнит от жирных волос. Это как должно выглядеть? Типа, знаете, как в общественных туалетах висит вот такой вот бланк? Убралась вот в такое-то время. 12.30, помыла голову. Он подписывает, что все хорошо. Чего? Разные типы волос просто вышли из чата. Люди, у которых нереальные кудряшки, они могут вообще недельно меня не мыть волосы, они пачкаться не будут. Просто такая структура волос. Она должна весить не больше 45 килограмм. Я с метр семьдесят. Если буду весить 45 килограмм, то вы меня просто не увидите. Я вот так вот буду стоять чуть-чуть, видно? Повернусь боком, все, вы такие, а что за фанера тут это вот? Где она? Должна уметь готовить. Должна уметь красиво петь. Должна быть нетребовательна. Не должна общаться с другими парнями. Без домашних животных. И пожилых бабушек, дедушек, чтобы не приходилось ухаживать за кем-то кроме меня. Если ты, вот ты, кто смотришь, решила стать девушкой Юры, если, не дай бог, у тебя случится ситуация, что тебе нужно будет ухаживать за своими бабушкой и дедушкой, тебе просто нужно будет послать бабушку-дедушку, лишь бы Юрочке было хорошо. Он серьезно думает, что такая девушка существует. А если такая девушка существует, то я бы подумала тысячу раз с ней связываться. Должна быть свободна в любое время по моему первому требованию. Это типа как? Сюда давай, сюда давай! Ко мне! Да, ну, вы видите, тачку оставила просто подберег дороги, потому что ты позвал. Я тут, я послушная. Должна стирать, не курит, не пьет. Иметь постоянную работу и доход. С собственной квартирой, куда я могу приходить. И сейчас на комментарии пока не прерывайте, давайте уже досмотрим до конца. Вдруг там в конце будет ха-ха, я пошутил. Не должна ходить в клубы и гулять с подружками. Должна быть красивой и вкусно пахнуть. Не материться. Слушай, с таким списком не материться, это... Читаем дальше, вы правы. Сама же установила такие правила. Не феминистка. Пока я же феминистка отсюда сбежала бы уже давно. Готова отдать ради меня все. Не плакса, чтобы ни одной слезинки не проронила. Так хочешь сказать? Ты посмотри на этот список, мне уже плакать хочется. Должна любить столько русскую музыку, никакой азиатской и американской. Фанаты кей-попа, подождите, мы же с вами договорились дослушать до конца, а потом будете бомбить. Что же касается и фильмов, никаких аниме. Ну, я пыталась вас держать. Сейчас, короче, фанаты аниме, кей-попа, вот этого всего, сейчас разнесут его нахрен. Пух, прах, ну чел, я пыталась их удержать, ты сам видел. Тут я уже бессильно. Ну, на паузу хотя бы поставьте, чтобы не пропустить остальные пункты, важно, интересно. Все, пробомбились в комментариях, давайте продолжать. Волосы длинные, до ягодиц. Размер ноги не больше 37 сантиметров. Пойду себе ногу на сантиметр отхерачу. Рост до метра шестьдесят пяти. И рост на пять сантиметров. Ровные зубы, отсутствие дефекта речи. Не напрягать меня своими проблемами. Не разговаривать со мной, когда у меня нет желания. Одеваться только в платье. Дома всегда ходить при параде. С хорошим чувством юмора и смеяться над моими шутками. Должна быть умной. Последнее я бы убрала, потому что умная просто бежит от этого. Список такой внушительный, согласитесь, ребятки. Наверное, и трофей, ради которого девушка будет все это исполнять, хороший. Нужно узнать, что же девушка получит взамен. Давайте прямо сейчас и узнаем. А можно теперь список того, что получит девушка? Слышь, все это гений пропал. Не читает, не отвечает, ничего. И как понимает твою мать? Я ему, короче, ответила. Молчание это и есть ответ. Типа девушка ни хрена не получит, но так и не отвечает. Слился, типочек наш, куда-то. Девушке он появился. Прямо сейчас вы узнаете, какой же будет трофей. Он написал, что машину отдавал клиенту. А трофей будет, девушка получит меня. Это все? Ты нелогичная. А, то есть это я нелогичная. Значит, ты к девушке предъявляешь 32 пункта, а у тебя всего один. Получит меня. Ты. Девушка хочет со мной встречаться. Я говорю, есть список моих требований. Если она под них подходит, то получает меня. Уяснила. Уяснила, догнала, обогнала, финишировала. Теперь пройдемся по пунктам. Как? Скопируй текст и отметь галочка или крестик. Типа подхожу я или нет? До половину не подхожу. Ну, мы должны подойти. Девочки, будем максимально врать, как только можно. Окей. До меня у нее не должно быть парней. Так откуда ж узнать-то? Ну, откуда ж, ну, галочку поставим. Ну, че, откуда ж знать-то? Она должна каждый день мыть голову, потому что меня тошнит от жирных волос. Я каждый день мою голову, поэтому тут я, как бы, даже не врать не буду. Она должна весить не больше 45 килограмм. Тут не обманешь. Тут по мне видно, что каких 45 килограмм нет. Должна уметь готовить. Ну, готовлю я хорошо. Должна уметь красиво петь. Пошлю его на небо за звездочкой, конечно, все лучшее может кончиться. Еще один мучительный день пройдет, и переписка закончится, она закончится. Короче, крестик поставила. Вдруг попросит в голосовом спеть, а я че, вот этот паен, ее же уже завянут. Я уже вижу, как вы наушники сняли, и теперь ждете, когда я допою, чтобы их надеть назад. Че, я думаете, не вижу? Когда я умру, я стану ветром и буду гадить Юрия на крыше. Не должна общаться с другими парнями. Юрочка, а ты че так себе не уверен-то? Без домашних животных и пожилых бабушек и дедушек. Я не хочу это читать, короче, у меня нету животных, и у меня вообще нету ни бабушки, ни дедушки. Я поставила галочку, но, честно, это очень мерзкий пункт. Должна быть свободна в любое время по моему первому требованию. Всегда готова дать тебе звездюлей по первому твоему требованию. Галочка должна стирать, не курить, не пьет. А че? А че? Галочку поставим. Ка, откуда ж он знает, че вы на меня? Иметь постоянную работу и доход. Это есть. Собственная квартира, куда я могу приходить. Крестик! Не нужно мне таких гостей. Не должна ходить в клубы и гулять с подружками. Должна быть красивой и вкусно пахнуть. Если не воняешь, то значит нормально пахнешь. Все, галочка. Не материться. Ну я ж навидят, но не матерюсь. Ну извините, я вот всегда, всегда, всегда говорю, если я буду падать с лестницы, то навряд ли я буду кричать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все мы знаем, какое буду слово кричать. Так что я не могу сказать, что я не матерюсь. Не феминистка. Готова отдать ради меня все. Конечно, дорогой, везде эта галочка. Не плакала, чтобы ни одной слезинки не проронила. Тут, честно, добросовестная галочка, потому что плакать будешь ты. Должна любить столько русскую музыку, никакой азиатской, американской. На фильмы тоже поставила галочку. Волосы длинные до ягодиц, галочку. Размер ноги не больше 37 сантиметров. У меня 38, но как он проверит, так что хрен, галочка. Рост до 1,65 метра. Ровные зубы, отсутствие дефекта речи, не напрягает меня своими проблемами. Че мне напрягать тебя своими проблемами, если я тебе создам твои личные проблемы? Не разговаривай со мной, когда у меня нет желания. Одеваться только в платье, дома всегда ходить при параде. С хорошим чувством юмора. У меня юмора вообще нету, чувства юмора у меня отсутствуют. Ну, посмеяться над его шутками, в принципе, я же играю, озвучиваю. Блин, сейчас злобно получилось, да? Вообще, представлю, что Юра не прошел проверку, и я ему устраиваю месть. Нет, такой смех не годится для его шуток, да? Подозрительный смех. Короче, отрепетирую. Должна быть умной. Я умная. Котова. Вижу много галочек. Ну и крестиков не меньше. Начинаем. Что начинаем? Третий пункт про вес. Значит, придется тебе похудеть. Посидишь на диете. Юр, зачем мне худеть? Я тебя сожру по трахами. Норма веса, это когда ты от роста отнимаешь 110 килограмм. Ну, это для девушек. Какие 45? Что ты хочешь от меня? Дальше. Запишешься на вокал и научишься. Юр, я ходила на вокал. Я училась вокалу. Юр, не вышло, не получилось. Ну, нет у тебя голоса, так чего пытаться-то? Ты должна меня удивлять и делать сюрпризы. А ты сюрприз такой сделала сегодня в конце видео. Давай, поведись на меня. Узнаешь, какой сюрприз. Вот это, внимание, 13. Если у тебя есть работа и постоянный доход, то тебе одобрят ипотеку. И ты сможешь купить квартиру. А ни хрена ты так жизненно-то моя распорядилась, да? А ведь тебя-то я не догадалась бы про ипотеку и все такое. Гений, Юра. И какой твой вердикт? Пока не могу сказать, что ты подошла. Нужно исправить эти пункты. У тебя на лице много фотошопа. Значит, ты некрасивая. Нужно, чтобы тебя считали красивой не только мама с папой, но и окружающие. Юра, 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 ты вот прям... Ты прям меня заряжаешь. У меня нет фотошопа на лице. Это профсъемка, и фотограф делал редушь такую. А вдруг поверит, что вы? Ты должна быть красивой без этого. И даже без макияжа. Я бы на твоем месте вообще убрал фото, чтобы другие парни не пытались познакомиться. Нет фото, нет интереса тебе писать. Я потом у Вероники спрошу, она реально вот под все эти пункты находит? Нахрена? Вероника, нахрена? Вероника! Слушай, ты что так резко начал про отношения говорить? С чего бы это? Я же просто про работу написала. Мы даже не познакомились толком. Я тебе ничего не знаю. Мне сказали, я тебе нравлюсь. Значит, ты хочешь отношений. Логично, логично. Стоит задуматься об этом. Нравишься? Но заочно. Я хочу пообщаться еще. У тебя нет девушки? Я же сказал, нет. Я бы не общался с тобой, если бы была. Вероника призрак. Я призрака стала видеть. Офигеть. Правильно ли я понимаю, что если исправлю те пункты, то ты обратишь на меня внимание? Да. Без них я не могу. Я считаю, он уже не прошел проверку. Дальше, конечно, решать Веронике. Давайте ей писать. Слушай. Твой парень это что-то. Он мне такой пункт выкатил. Какой должна быть его девушка? Какой пункт? А я и скопирую сейчас. Я и скопирую и отправлю. Пусть офигеет. Знала она вообще про него или нет? Ему такие девушки нравятся. Вероника! А почему он тебе это написал? Он что, не прошел проверку? То есть тебя вот именно смущает в нем конкретно изменяет он или нет? А все остальное нормык. Да? Ты случайно под эти требования себя не загоняешь? Как сказать? Я подхожу под них. Я могу сказать одно. Юра, тебе повезло, как просто никогда не могло повезти. Потому что вот под все эти дебильные пункты найти ту самую, которая подходит и которая еще готова с тобой быть. А ты еще умудряешься изменять ей. Стоит задуматься об этом, Юра. Под все. И даже квартира есть. Да, мне от бабушки досталось. Капец. Он сказал, что у него нет девушки. И если я подойду под эти требования, то он обратит на меня внимание. Почему нет девушки? А я тогда кто? Счастливая! Счастливица! Везучая! Беги скорее, пока я его приторможу. Ты сбежишь от него. Короче, я скинула переписку с его сестрой. Типа. И написала. Видимо, его это не останавливает. Насчет его сестры. Я думаю, это он и есть. В таком случае, вот что он про тебя говорил. Это типа его сестра писала. Я бегаю за ним. Что он нанесет? Мы встречаемся. Блин, как мне теперь вести себя? Что делать? Бежать! Вероника, кроссовочки напялила и давай драпай. Я уверена, что никакой сестры нет. Ты у его родителей не узнавала? Я с ними не знакома. Как удобно он устроился. Мне хочу подробнее узнать про пункт, где эта сестра мирила их. Мне очень интересно. Ты говорила, что она мирила вас. Как? Она говорила мне, что нужно делать и говорить, чтобы мы помирились. И все ее цветы всегда работали. Он мирился со мной. А, серьезно? То есть, он сам начинал ссору, ругался, потом писал, как с ним помириться и такой, типа, я тебя прощаю. Слушайте, как он смог так обдурить? Юра, может быть, ты реально непризнанный гений какой-то? Стоит задуматься. Гениально! Сам советовал, сам принимал извинения. А мне как быть? Он сказал, что девушки нет. Сказал, что если я исправлю все пункты, то он посмотрит на меня, как на девушку. Дальше выбор за тобой. Простить или отомстить? Месть. 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 Я хочу отомстить. Что? Сейчас вообще в тему был такой смех. Если получится, узнай про сестру. Я считала, что это моя подруга. Точнее, это была моя единственная подруга. Других он мне не разрешал заводить. Мне просто ее жаль. Вы просто представьте, что такое, когда у девчонки всего одна подруга, и то это не подруга, а ее парень. Вот ты доверяешь какие-то секреты якобы подруге, да? Может быть, даже что-то обсуждаешь. Пожалуйста, напарня хочешь. Ну, тайное что-то, да? Личное. На самом деле, это просто твой парень, и ты все ему тут посливаешь. Никакой личной жизни. Юра, ты заслуживаешь худшей мести. Будем думать, что еще остается. Проверка на верность. Че? Для начала начну с того, что я подтвердила свои догадки, что на самом деле его сестры просто-напросто не существуют. Сделала это очень легко и законным способом. Я ей написала. Слушай, можешь сказать, что по этой ссылке? У меня не открывается, а мне очень надо. Это гугл ссылка, если что. Пришли скрин. Как мне поможет эта ссылка, спросите вы. Я просто написала слово кофейни в гугл и скинула адрес. То есть, когда человек переходит, ему покажут кофейни, которые находятся рядом с ним, в его городе. И таким образом я выяснила, что она вовсе не в Америке живет, а в городе Череповец. Он даже не понял, как сам спалился. Это была просьба подписчицы выяснить, существует она или нет. Я это выполнила. А теперь вернемся к мести. Пишу я псевдосестре. Привет, Маша. Я пообщалась с твоим братом и по многим пунктам не подхожу. Но понимаю твою заботу о брате. Ты хочешь, чтобы он нашел ту самую. А что, если сделать кастинг? Ну, не прям кастинг. Короче, сейчас объясню. Я администратор одной группы ВК. И я могу выложить такой пост. Девчонки, не приходите мимо, а то свое счастье пропустите. Есть обалденный парень. Умный, красивый, верный. Ну, что? Ну, таили мы немножечко, да? Кучу. Хорошо зарабатывает. Рядом с ним ты будешь, как за каменной стеной. Возможно, это тот самый, которого ты искала. Напиши ему и познакомься. Как тебе идея? Зовет прошу немного. Пусть поможет мне с работой. Просто поговори с начальством. Может, меня примут. Нет, так нет. Но мне правда нужна работа. Привет. Услуга за услугу? Хорошо, давай. Ну, конечно, пост я никакой не писала. Но с разных, короче, своих аккаунтов я просто от имени девушек с ним, типа, переписывалась. Там не длинная переписка была. Просто, типа, привет, ты классный, бла-бла-бла. И вот дальше начинается интересное, потому что я перевоплощаюсь в парня. Времнивого парня. Чего девушку пытаются увезти? Здорово, Юрец. Ну, чё попал ты? Наобщался с занятыми девушками? Теперь их парни негодуют. Мы уже вычислили тебя. Ты ведь работаешь по адресу... СТО? Мы с парнями скоро будем у тебя. Поговорим. Объясним доступно, что к занятым девушкам лезть нельзя. У него началась паника. Ты кто? И чё надо? Я не лезу к вашим женщинам, они мне сами писали. Одна из девушек даже список твой кинула. Разместим его в чатах города. И твоим адресом. Город должен знать своего героя. Я ничего не делала, и ни с кем не общался. Вот и скажешь нам это лично. Будем ждать тебя у СТО. Он в панике начинает писать мне. Это ты слила нашу переписку? Мне теперь какие-то амбалы пишут, что найдут меня. Я только одной девушке скинула, просто посмотреть. Ты понимаешь, что она делала? Там женщины занятые писали, и теперь мне не жить. Капец, а что делать? Может тебе уехать из города? По-любому, что ещё остаётся? Просто я не хочу их покалечить. Да, просто ты такой парень, боишься здоровья других людей. Именно поэтому ты и уезжаешь, и не потому, что тебе страшно. Можешь к сестре поехать в Америку? Там тебя не достанут. У тебя же есть сестра в Америке, да? Я не знаю, что делать, у меня паника. А напишем, что ты на самом деле девушка. И это всё пранк. Девушку они не тронут. Думаешь, поверят? Попробуй. И он реально стал писать амбалом, что он девушка. Я девушка, это всё было шуткой. Простите, я больше не буду так шутить. Это был пранк. Девушка? Точно. Докажи. Сходи на свидание с моим другом. Мне конец. Он хочет, чтобы я доказал, что я девушка, а встретился с его другом. А что сказать? Бри ноги, иди встречайся. И теперь тот, кто принимал девушек за аксессуар, за какую-то вещь, сам должен стать девушкой. Ради собственной жизни. Даже не догадываться, что никакой опасности не существует. Ну, это уже дело моей подписчицы. Признаваться ему или не признаваться. Живёт он в спокойствии или дальше паникует. Проверка на верность. Чё? И вот такое вот интересное и весьма бесячее видео получилось. Не знаю, как классно, меня Юра со своими пунктами выбесил конкретненько. Вот просто распечатайте эти пункты и повесьте себе, чтобы помнить, что таких парней выбирать не надо. Да, Вероника? Не надо больше. Если вы хотите заказать у меня проверку на верность, то переходите в мой телеграм-канал, потому что там есть бот, в который, собственно говоря, вы и не направляете свои анкеты. Вывод какой я хочу сказать. Конечно же, это хорошо, когда ты имеешь представление и понимание о том, кого ты хочешь видеть рядом с собой. Но эти требования должны быть хотя бы адекватные, а не вот этот вот список. В этой ситуации ты действительно будешь как аксессуар к мужчине. Мой личный опыт подсказывает, что это максимально неуверенный себе человек. Возможно, его постоянно гнобили, чморили, говорили, что он там недостоин, что он такой сякой. И вот за счет девушки он пытается совершенствоваться. С подружками? Не дай бог, потому что вдруг подружки будут про меня гадости говорить, и ты еще уйдешь от меня. Почему он так зациклен на весе? Мне, если честно, все равно, сколько весит человек. Мне просто важно, какой человек. Возможно, у него комплексы насчет веса, и он эти комплексы перекладывает на девушку. Насчет роста то же самое. Фиг его знает, просто я могу посоветовать этому Юре идти полечиться. Избавиться сначала от своих комплексов, а потом уже пытаться настроить личную жизнь. Знаете, у меня для вас челлендж. Прямо сейчас в комментариях напишите свои личные критерии к своему будущему партнеру. Вот чего вы хотите видеть. У меня сейчас подписчики просто на 1100 страниц. Я такая, Юра, да ты еще цветочек. В общем, мне будет просто интересно посмотреть, чего вы ждете от своей второй половины. Ну и я благодарю вас за просмотр. Всем спасибо, и скоро с вами увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok